Добрый вечер, вы смотрите информационный выпуск сегодня. В столице состоялась сдача в эксплуатацию двух частных домовладений одной квартиры, разрушенных во время августовской войны 2008 года, и отстроенных за счет привлечения вне бюджетных средств. И сегодня президент Анатолий Бибилов посетил Новоселов. Эльвира Тибилова подробнее. Глава государства Анатолий Бибилов посетил частные дома, строительство которых закончилось недавно. Один из них на улице Геннадия Джабиева принадлежит семье Валентины Колумбековой. Дом был разрушен во время августовских событий 2008 года. Все это время семья из пяти человек вынуждена была жить в другом месте. Дом был построен два раза. Первый раз из-за некачественных работ столь ожидаемое жилище за три года практически разрушилось. Во второй раз к строительству приступили летом прошлого года. В декабре дом практически был закончен. В новом билетаже три комнаты, ванная, просторная кухня, большой подвал. Глава государства вместе с хозяином дома Романом Колумбековым осмотрел все помещения и остался довольным увиденным. Со всеми предвиденными расходами, непредвиденными расходами. Еще я им это не успел сделать, но это будет и дом, и фестиваль, и отмостки будут, еще метр по кругу. Еще где нет? Отмостка. Ну, бетонная отмостка. Ростовая загоцелобода и погода. И вот здесь еще отмостки. А вот это у тротуара, с орочарой этой, брусчаткой. Еще одно жилье на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Хазбига Глоева было на дня встану в эксплуатацию. Квартира тважды была разрушена. Первый раз в 1992 году. Тогда семья восстановила квартиру на свои средства. А во второй раз в 2008 году. Понадеялись на помощь государства. Хозяин дома Александр Кочев вместе с семьей из шести человек вынужден был все эти годы снимать жилье. И вот спустя 10 лет жилье восстановлено. В начале января в новый дом семья привела молодую невестку. Ну вы довольны? Ну вы спрашиваете. Алина, а квартиристы? Вы счастливы, Анатолий Ильич. Спасибо огромное. Игорь, да, рабочим, которые работали здесь. Это в такие сроки уложиться. Одновременно с двумя другими осуществлялось и строительство дома по улице Арсена Куцуева. Дом принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Захару Готикоеву, отпраздновавшему в прошлом году свой столетний юбилей. Ветеран долгие годы жил в ветхом жилище. Именно тогда глава государства, почетный гость на юбилее, пообещал престарелому воину новый дом. Дом был разрушен во время августовских событий. В него попало три снаряда. Проистройка, где мы проживаем эти 10 лет, также держится на честном слове. В прошлом году глава государства пообещал нам новый дом и исполнил свое слово. Большая ему благодарность за новое жилье от всей нашей семьи. Все три дома были построены на финансовые средства местной строительной организации «Шанс». Ранее стройфирма была подрядчиком нескольких строительных объектов в рамках инвестпрограммы. Согласно договоренности с руководством республики, фирма взяла на себя обязательство построить за свой счет эти дома. Мы дома отдаем инвеструю, то есть сдаем, это в рамках нашего договора, генеральный подряд у нас будет договор, есть дополнительные соглашения. По окончании мы сейчас дома сдаем инвеструю. У инвеструя их возьмет эти хозяева и пойдут минусы оформленные на них права собственности. Практика возложения на подрядные организации дополнительных социальных нагрузок хорошо себя зарекомендовала и будет продолжена, отметил по итогу объезда глава государства. Вы знаете, что мы за практику взяли, чтобы определенные социальные нагрузки возложили на наших подрядчиков. В данном случае вот эти три дома, которые мы обошли, они были возложены на плечи подрядчика. Руководителем этой подрядной организации является Кузаев Игорь. Это нужная, хорошая практика. Дом, в котором мы здесь сегодня находимся, это мы сделали дом ветерану Великой Отечественной войны. Человеку, которому в этом году исполняется 101 лет в июне месяце. И по той программе, о которой раньше заявляли, что мы должны помогать нашим ветеранам, мы должны сделать им дома. Это, наверное, первый дом нашим ветеранам, который был сделан. И, конечно, дальше мы эту работу, эти социальные нагрузки, для того, чтобы город как-то преобразился, и город стал более современным, и более комфортным, и более аккуратным, в конце концов, конечно, мы эти нагрузки дальше будем возлагать на наших подрядчиков. Просто разговаривали с мэром города нашего, с Аланом Григорьевичем. Планируем в этом году сделать так, чтобы именно коммунальные дома, которые относятся к видению города, чтобы все коммунальные дома были сделаны. И плюс еще, наверное, несколько домов, частных домов, которые тоже разрушены. Я думаю, что в этом году нам это будет под силу сделать. Причем, хочу подчеркнуть, что финансы на строительство этих домов находим уже сами, здесь, в республике. В связи перечня дополнительных нагрузок на подрядные организации, также находятся и работы по ремонту дворов и заменникровель. Олимпия Дебилова, Олимпия Теев, Тамирлан Гусраев, информационный выпуск «Сегодня». В честь 50-летия со дня основания 9-й средней школы сегодня ведомственными наградами Министерства образования был награжден ряд преподавателей. Кроме того, двое учителей были удостоены знаками «Почетный работник общего образования». Тему продолжит Зераса Кузаева. Сегодня ведомственными наградами Министерства образования были награждены преподаватели средней школы номер 9. В этом году школа отмечает свой 50-летний юбилей. На церемонии награждения педагогов поздравила министра образования Наталья Гассева. «Я желаю вам благодарных учеников, которые благодаря вашей плодотворной работе, вашему нелегкому труду, будут всегда достойно представлять свою республику», отметила министр. «Мы абсолютно уверены, что весь коллектив 9-й школы заслуживает самых высоких похвал и самых высоких наград. И, наверное, самая большая награда, как я уже отмечала, это будут результаты ваших детей. Мы ждем ваших учеников на республиканских предметных олимпиадах. Сегодня мы имеем абсолютно все условия для того, чтобы работать. И сегодня мы имеем все возможности для того, чтобы доказать далеко за пределами нашего государства, что потенциал наших детей очень высок. Грамотами Министерства образования и науки был награжден ряд учителей. Затем собравшихся поприветствовала и поздравила заместитель министра образования Ильисо Гоглоева и вручила почетные грамоты Министерства. Почетная грамота Министерства образования присуждается Карапетова Екатерине Георгиевне. Учитель физики, сошлый в 9-й школы. Поздравляю, желаю вам успехов еще раз». Наряду с грамотами сегодня двое учителей 9-й школы получили знаки «Почетный работник общего образования». Они долгие годы работают, чтобы воспитать достойное поколение для Южной Осетии. «Спасибо вам, Илья, за многолетний, красивый и такой хладотворный знак нашего призывания». В завершение церемонии награждения педагоги 9-й школы поблагодарили министра образования за оказываемое внимание. Здравствуйте, Кузаева Александр Куков. Информационный выпуск сегодня. Столичная администрация совместно с работниками благоустройства прилагает немало усилий для облагораживания городских улиц. Но находятся и такие нерадивые граждане, которые не ценят старания рабочих и, напротив, портят облик города. Агунда Гобозова продолжит тему. Столицу активно начали облагораживать. В парке, местах отдыха установлены лавочки, урны для мусора и декоративные фонари. Все это предоставлено прежде всего для отдыха горожан, желающих провести свой досуг на свежем воздухе, в компании друзей или за чтением любимой книги. Скамейки не только дают возможность приятно провести время, но и служат элементом ландшафтного дизайна. Однако некоторые горе-жители нашей страны периодически испытывают мусорные урны, фонари и лавочки на прочность. Одни на них прыгают, а другие переставляют их по своему желанию туда, куда им вздумается. Еще совсем недавно скамьи были новыми, но в первоначальном виде продержались недолго. Скамьи с бетонным основанием. Как хулиганы умудряются их ломать и чем при этом руководствуются, неизвестно. Городская администрация совместно с работниками благоустройства усердствует, делая наш городок красивее. А некоторые не ценят старания рабочих и все ломают. Идя утром рано на работу, мне досадно наблюдать, как хулиганы превращают в развалины наш труд. Скамьи, фонари, мусорные урны поломаны в сквере имени Кустахи Тагурова. Мы же для общего блага стараемся. Зачем все портить? Недобросовестные жители нашей страны портят уличную мебель, а некоторые ухитряются воровать посаженные на газунах цветы и саженцы. Бригадир управления благоустройства Тарзангабуев не раз вечерами обходил свой участок, считая высаженные розы. Но на утро саженцев значительно меньше. Тарзангабуев рассказал нам о том, что сейчас ведутся переговоры с участковым о сотрудничестве с работниками благоустройства. В процессе совместных обходов мест отдыха и городских улиц жители, уличенные в хулиганстве, будут штрафовать. Вандалы, которые попадутся повторно, будут наказывать в административном порядке. Он также обратился с просьбой горожанам относиться к чужой работе с уважением. Вижу, сегодня саженцев много, а на утро их уже нет. Какая разница, посаженная эта роза у тебя во дворе или в центре города? Это же наш город, наш дом. Мы уже договорились с участковыми. Будем совместно объезжать участки, где высажены цветы и в местах отдыха, парках и скверах. Вандалов, пойманных на месте преступления, будем задерживать и наказывать в судебном порядке. Неизвестные хулиганы безобразят тем самым не только места для отдыха, но и эстетический облик нашей столицы. В связи с участившимися случаями вандализма, свое мнение высказали горожане. Лавочки сделаны на совесть, качественно. Но, к сожалению, среди наших жителей есть такие, которым доставляет удовольствие рушить все. Это же совсем безрассудный поступок. Когда я сам наблюдаю акт такого вандализма, я считаю себя обязанным подойти и дать хулиганам замечания. Мы после школы с друзьями проводим свой досуг в парке на свежем воздухе. Нам, конечно, неприятно видеть разрушенные скамьи, мусорные урны и многое другое. Работники управления благоустройства для нас стараются, а кто-то эту красоту портит. Наш Схенвал после многих лет войны и разрухи вновь начал возрождаться. Мы можем гулять по обустроенным улицам, отдыхать в красивых местах, но некоторые недобросовестные граждане не ценят того, что всем нам далось ценой крови. Агунда Губозова, Александр Кокоев, информационный выпуск. Сегодня. Весь январь 2018 года сотрудники МВД криминальной милиции проводят рейдовые мероприятия по районам республики. В ходе рейда выявлено много нарушений. Это и вождение в нетрезвом состоянии, и нарушение правил дорожного движения. В Дзявском районе 26 января был задержан житель города Квайса. В ходе разыскных мероприятий у него было изято наркотическое вещество марихуана. Сейчас он находится под следствием. 26 января 2018 года примерно в 15 часов сотрудниками управления внутренних дел Дзявского района, совместно с сотрудниками 2-го батальона ОМОН Республики Южная Осетия, в ходе проведения рейдовых мероприятий в селе Даргурдур Ставского района была остановлена и досмотрена автомашина марки Toyota Mark II с государственным регистрационным знаком R916EO под управлением гражданина Республики Южная Осетия, жителя города Квайса. В ходе досмотра указанной автомашины между двумя передними седениями была обнаружена растительная масса зеленого цвета в черном полиэтиленовом пакете. Указанная растительная масса, согласно справке эксперта криминалистического отдела, является наркотическим средством марихуана общей весом 115 граммов, что является крупным размером. Материалы по данному факту направлены в следственное управление МВТ Республики. По данному факту возбуждено уголовное дело. В нашей республике со своей концертной программой находится донецкий бард Андрея Гурилла. Его выступления по достоинству оценили военнослужащие 4-й гвардейской базы и жители столицы. Андрей Гурилла разъезжает по городам и местам боевых действий и каждый раз близко принимает к сердцу боль и переживания людей. Анжела Кукоева продолжит. В Доме профсоюзов состоялся концерт донецкого барда Андрея Гурилла. Андрей Гурилла в нашу республику приехал по приглашению своего друга, заслуженного актера нашей республики Суслана Бибилова. Они познакомились на Ялте в 1989 году. Для Андрея в первую же очередь была организована экскурсия по самым красивым местам нашей республики. Свой первый концерт Андрей Гурилла провел для военнослужащих 4-й гвардейской базы. А после он решил познакомить со своим творчеством всех жителей нашего города. Правда, на концерте присутствовало мало людей, но те, кто пришли, послушали его песни с большим удовольствием. Сейчас прозвучит, называется «Не стреляй». Я ее написал в 2015 году, но уже год эти события на Украине после Майдана. Это было 14 января, когда я написал эту песню. За один день я ее написал, а там просто вылилось на бумагу. Андрей Гурилла разъезжает с концертной программой по городам и местам боевых действий и каждый раз близко принимает к сердцу боль и переживания людей. Все эти чувства и переживания он передает через свои песни. Он дал концерты в Донбассе, Донецке, в сирийской Пальмире и написал песню о герое России, который погиб в Пальмире во время исполнения своих служебных обязанностей. У разрушенных стен древней Пальмиры Русский разведчик, отдав свою жизнь Высоко в небесах, начертал свое имя Больно-то как, мама, только держись Председатель парламента Петр Гассиев наградил Донецкого Барда почетной грамотой парламента Республики Южная Осетия. Благодарю вас за то, что вы здесь, освобили меня лично и возьми на себя смесь, поблагодарить от лица аудитории, которая здесь находится. Югостинская аудитория, она очень требовательная и очень чувствительная, потому что эта аудитория состоит из таких людей, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Она очень тонко чувствует фальш. В концерте приняла участие и заслуженная артистка нашей республики Залина Сапьева. Все присутствующие высоко оценили творчество Андрея Гурила. Все его песни очень душевные. Мы хотели принять его пока как гость, а потом уже как артиста с концертной программой. Но получилось так, что заодно и провели концерт. Мы очень довольны. Все, кто пришли на концерт, я думаю, остались довольны. Его голос можно сравнить с голосом Розенбаума. В его репертуаре песни о любви, о природе, о жизни. Он очень талантливый и в первую очередь хороший человек. Директор благотворительного фонда Патерик Риля Татьяна Цхавребова от имени своего фонда выразила слова благодарности Андрею Гурила за то, что он занимается благотворительностью и вручила ему грамоту. Анжела Кокоева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра, 31 января. В Знаурском районе республики завтра, 31 января, переменная облачность. Дождь со снегом. Днем плюс один, ночью минус три. В Знавском районе переменная облачность, дождь со снегом, днем около нуля, ночью минус четыре. В городе Квайса пасмурно, снег, днем минус три, ночью минус пять. В Ленингорском районе Нижней Осетии пасмурно, дождь со снегом, днем плюс три, ночью минус один. В столице республики в Цхинвале переменная облачность, дождь со снегом, днем плюс один, ночью минус три. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джугоева, желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok